Я считаю, потеряли два очка, так как доминировали всю игру, игра нам давалась, не реализовали большое количество моментов. От этого есть осадок. Рох удивил чем-то сегодня? Ну, я не могу сказать, что они нас чем-то удивили, так как разбор соперника произвел тренерский штаб очень детально, нам разложили по полочкам игру с соперником, мы знали, как они будут действовать от своих ворот, выходить в средней части поля, поэтому мы были готовы и к перестроениям быстрым, то есть реакции на их тактические какие-то моменты, поэтому однозначно не удивили ничем. Обидно то, что они воспользовались моментами и не реализовали свои моменты. Моменты были и в первом тайме, и во втором тайме, может быть, какой-то отрезок запомнился больше, когда можно было дожать? Ну, мне кажется, что и в первом, и во втором тайме как раз-таки таких отрезков было достаточно много, где мы могли дожать, и навалы были, отрезки навалов были довольно-таки большие, но так выделить какой-то один этап не могу. Я считаю, что мы сегодня просто сидели на половине поля Саверника, но так сложилось, что не нашлось человека, который бы поставил точку. Большие паузы возникают у нас между играми. Насколько это влияет на кондиции, на игру? Моё мнение, что они влияют, так как у команды довольно-таки неплохой ход. И вот эти паузы, переносы, они, конечно же, выбивают из колеи команды, потому что приходится искать и спарринги, приходится тренерскому штабу подстраивать тренировочный процесс под эти паузы. Но однозначно это выбивает из колеи.